С начала 2011 года отмечено несколько случаев гибели пернатых. 1 января в Арканзасе, США, в городе Бип, 3000 дроздов погибли в новогоднюю ночь. Позднее орнитологи уточнили, что погибли красноплечья и черные трупиалы. 6 января. На западе Швеции, в городе Фальчупинг, погибло несколько десятков галок. На севере Италии, в городе Фаенса, погибло более 400 горлиц. 8 января в окрестностях городка Сент-Агустен-де-Димор в Канаде, в провинции Квебек, число погибших голубей достигло 80. Также сообщалось о массовой гибели птиц под Тайджуном на Тайване. Гибель несколько десятков воробьев в Турции, город Бурса, начато расследование орнитологами. 11 января. Гибель тысяч птиц одновременно в Австралии, в городе Эсперанс, на западе страны, и в США, город Остин, Техас. Гибель птиц на востоке Румынии. В 260 километрах от Бухареста десятки скворцов найдены мертвыми. 19 февраля 2011 года на Камышинском шоссе близ Севастополя были обнаружены десятки мертвых черных дроздов. Массовая гибель птиц в различных районах земного шара продолжается и по сей день. Люди такие странные. Они склонны замечать лишь то, что укладывается в их сознании. Когда мир на самом деле обширнее и загадочнее. Я расскажу вам историю. Свою историю. На самом деле, помимо человеческого мира, существует великое множество других. Одни умирают, другие возрождаются. Этот процесс необратим. Миры, они как звезды во Вселенной. Каждому уготован свой срок. Мой мир находится над человеческим. В небе, как бы сказали люди. Он называется Аэзар. К сожалению, мой мир уже отжил свой срок. И пока я допишу эту историю, рухнет в небытие. Мы не похожи на людей. У нас есть крылья. Наши кости необычайно легки, а нашу кожу украшают яркие перья. А еще у нас есть клюв. Для людей это считается уродством, поэтому мы никогда не показываемся вам в истинном обличии. Да, мы способны его менять. Все мы храбрые воины. И нам не знакомы привязанности людей. Нам не нужен отдельный дом, ведь нам принадлежит все небо. Нам не нужны деньги и вещи роскоши. Главная наша задача — защищать наш мир и мир людей от чужих враждебных миров. Иногда люди замечали нас в разгаре битв, и так рождались все ваши легенды об ангелах. Мы бы и дальше продолжали выполнять свою задачу, но время нашего мира подошло к концу. Его постигла беда. Пришла чума. Возможно, я остался единственным из живых. И теперь я пишу эти строки в память о моем народе. Сначала хворь напала на наш молодняк. Это не вызывало особых беспокойств, так как молодые аизарцы, еще не закаленные в боях, нередко погибают. По меньшей мере четверть, а то и треть выводка не возвращаются с первого боя. Грустно. Но такова наша жизнь. Да и признаки болезни долгое время скрывали от наших глаз. Та самая последняя стадия, пора безумств, как прозвали ее наши лекари, была нами замечена. У заболевшего закатывались глаза, шла пена изо рта. В таком состоянии он как мог набирал высоту, а после, сложив крылья, падал вниз, разбиваяся землю намертво. До принятия каких-либо активных действий против этой болезни мы потеряли порядка половины нашего выводка. Дальше болезнь перекинулась на поколение старше. Наши лекари, как могли, пытались предотвратить распространение хвори. Но все попытки были тщатны. Вскоре и они взмывали вверх с безумными глазами и складывали крылья. Траур поселился в наших сердцах. И дня не проходило, чтобы мы не оплакивали погибших. Но внезапно чума отступила. Больше никто из оставшихся не болел. Мы вздохнули с облегчением, но, как оказалось, то было лишь затишье перед бурей. Это произошло всего три дня назад. Три дня назад рядом со мной еще были мои собратья, полные надежд. Но чума унесла их всех. Я хорошо помню, как погиб мой брат. В тот день мы были с ним вдвоем и несли караул, как вдруг он начал задыхаться. Я принес ему дождевой воды, но все, что он выпивал, он срыгивал обратно. Потом полезла яркая алая пена изо рта. Глаза его закатились. Он потерял ориентацию в пространстве и начал мотать головой стороны в сторону, как слепой птенец. Покачиваясь, начал брать разбег, чтобы взлететь. Я пытался удержать его, не дать подняться в небо. Висел на его шее, но все мои попытки остановить его были бесполезны. Откинув меня в сторону с чудовищной силой, мой брат набирал высоту, как-то странно размахивая крыльями. Я попытался полететь за ним, но мне было его не догнать. В небе я увидел и других наших собратьев. Все они уже были на недосягаемой для меня высоте. И вдруг, как по команде, каждый из них, сложив свои крылья, камнем полетел вниз. Я пытался поймать хоть кого-то из них, но их тела, падая с такой высоты, были слишком тяжелы. Я сломал свое крыло, спустился на землю, и в тот день само небо содрогнулось от моего плача. Теперь я пишу эти строки, а во рту очень сухо, и кажется, будто самого воздуха мне мало. Наверное, это она, чума, пришла за мной. Прощай, прощай мой мир, прощай мой народ. Папа, папа, посмотри, птичка с неба упала. Так, не трогай ее, видишь, она больная. Но у нее у лапки какой-то листочек. Можно я посмотрю? Я тебе что сказал? Оставь ее в покое, пошли лучше купим тебе мороженого. Продолжение следует...